слава украине приветствую от полонского к войне в израиле значит смотрите тут опять у них тоже зрада своя есть чтобы вы понимали очень серьезная я уже рассказывал о том как по я вообще не могу объяснить как 7 октября произошло то что произошло но происходит это как говорится 7 октября когда вот хамас зашел в израиль убил тысячу человек или больше это просто это катастрофа но есть еще знаете такие катастрофы небольшие которые тем не менее кровавые когда получается когда ерунда получается очень плохо получается так вот ребята я же немножко расскажу о общей ситуации а потом вернусь вот к этим вот скажем так неприятностям общая ситуация следующая израиль продолжает операцию секторе газа хамас начал крутить мутить с передачей заложников что собственно говоря и ожидалось самого начала израильтянам это надоело они начали их гасить вот то есть решили освободить заложников силой что является правильно с моей точки зрения правильным решением с хамасом вопрос надо решать кардинально бои идут уже не только на севере газа в городе газа который полностью окружен и где идет штурм оставшихся цитаделей хамаса но и уже перемещается в хан юнис и немного даже в рафиях то есть израильтяне зашли танками в южную часть сектора газа и отрабатывают сейчас места скопления живой силы и техники хамаса уже в хан юнисе также как они до этого делали это в газе тем не менее в то же самое время насколько я знаю воду подают туда и топливо тоже завозят ну вот какая-то такая гибридная война как хотите еще израильтяне сказали что после войны после уничтожения полного уничтожения хамаса в газе будет создана зона безопасности хотя где-то мы ее делать она маленькая это газа чтобы вы понимали это просто пляж широкий пляж да значит часть пляжа будет под зоной безопасности а сама газа будет полностью демилитаризована вот так вот но это будет это дело будущее это они сейчас предполагают что вот это все так будет выглядеть а теперь к неприятностям неприятному я вам рассказывал о теракте в иерусалиме да кто только не рассказывал значит на въезде в иерусалим два террориста палестинских подъехали машиной и открыли огонь по по людям в упор просто по обычным гражданам гражданским конечно же стоящим просто на остановке в упор стреляли из блока и стреляли из м-16 убили то ли четыре то ли пять человек не суть важно то убийство есть убийство многих ранили все гражданские понятное дело потом террористы были нейтрализованы теми кто находился на остановке там подъехал там солдат еще один человек подъехал а вот теперь к самому неприятному значит с одной стороны если я сейчас вывешу еще раз это видео сейчас я попытаюсь найти она у меня есть вы просто посмотрели что и у израильтян и у их службы это не служба безопасности работала это просто граждане работали что и у израильтян бывают вот такие проколы просто жуткие проколы когда остается только развести руками вроде и виноватых нет но но сейчас расскажу значит ситуация какая террористы начали стрелять подлетает одна машина ее хорошо видно красная машина из нее выскакивает солдат и гасит это гражданская машина солдат был в отпуске а с другой стороны улицы останавливается другая машина и человек тоже при оружии выскакивает из той машины но солдат этого не видит и гасит другого террориста который стрелял по людям а этот же не видит солдат выскакивает немножко вперед и смотрит что стоит чувак с оружием вот этот второй человек зовут его это израильтянин зовут его юаль юваль кастельман он видя что ситуация неоднозначна его могут принять за террориста он поступает абсолютно правильно он срывает себя вкус себя куртку чтобы не было видно чтобы было видно что на нем нет взрывчатки оружие в сторону поднимает руки и на чистейшем иврите кричит что я свой и не стреляя свое я израильтянин что вы думаете этот стреляет него и убивает в прямом эфире вот так вот так понятно что он его принял за он принял за террориста понятно что в полу боя там тоже крайне тяжело было понять ху из ху но стрелять в человека который вот понимаете есть определенная есть определенная последовательность действий которые ты должен принять предпринять в том случае чтобы полиция или шабак не принял тебя за террориста и вот этот как его кастельман он сделал все четко по вот этой вот технологии то есть он скинул быстро одним движением скидывает куртку чтобы было видно что на нем нет взрывчатки бросает оружие поднимает руки в гору и представляется кто он есть то есть он сделал от ада я все правильно то есть он готов сдаться он не принимает участие в борьбе тем не менее вот его застрелили сейчас конечно там с этим дичайший скандал не знаю чем это все закончится понятно что будет судебный процесс по поводу действий вот этого солдата по превышению необходимой обороны по уби или это убийство это даже не убийство по неосторожности понимаете если бы он убийство по неосторожности было бы если бы он стрелял в террориста а попал бы кого-то другого это было бы убийство по неосторожности в данном случае с моей точки зрения это убийство абсолютно убийство умышленное убийство потому что человек все сделал или любой израильский военный любой израильский полицейский вам скажет что человек сделал все абсолютно по катахезису что называется него нельзя было стрелять ни в коем случае просто потому что он поступил правильно его расстреляли вот так вот бывает это война эта война и видите вот в пылу войны происходят вот такие жутковатые вещи сейчас будут разбираться посмотрим что и как но просто вот чтобы вы тоже не не идеализировали израиль и его возможности его как говорится систему безопасности бывают проколы и не только 7 октября вот собственно говоря как то так видео еще раз говорю сейчас попытаюсь его найти и прицеплю чтобы вы оценили и могли понять правы ли не прав солдат вот стрелявший в этого человека высказываетесь